Сегодня у нас, как обычно, два спикера. Первый спикер — Саша. Саша, представься, откуда ты, кто ты, что ты, о чем будешь немножко рассказывать нам сегодня. Всем привет. Я Саша Вергеевич, работаю в компании «Софт». В данный момент работаю DevOps-инженером и членом SRE Team. А рассказывать я буду о том, как правильно организовать процесс инфраструктуры и код в ASIA. Один из возможных вариантов, которые мы используем на больших инфраструктурах. Саша, вот ты сказал инфраструктуры и код. А можешь мне пояснить, что это значит? Только инфраструктура описывается как код или все ресурсы, которые есть в ажуре, описываются как код? И инфраструктуры и код — это я только ресурсы ажура создаю или внутри еще что-то могу конфигурировать, например, в виртуалке? Ну, в принципе, инфраструктуры и код — это такой подход, который позволяет нам описанную инфраструктуру деплоить многократно и на разные сирены, описывать там теоретически мы можем практически всю инфраструктуру, которая будет создана в облаке. И взаимодействие между компонентами. Я понял, когда ты уже начинаешь свой доклад рассказывать, давай немножко перестаномимся. Ребята, у нас перед тем, как мы начнем саму презентацию, у нас, как мы говорили, мы разыграем, проведем квиз. Во время проведения квиза вы сможете понять, насколько вы знаете то, что Саша будет рассказывать. Я думаю, сможете оценить, и, Саша, все вопросы, которые будут в квизе, он их покроет. И призом за наш квиз будет розыгрыш билета на конференцию российской интернет-технологии. И пицца. Предлагаю начать розыгрыш. Спасибо большое, я так поздеваю, у меня там за кадром махают. Вроде как розыгрыш начали. Пошел наш квиз. Давайте, Саш, вместе с тобой посмотрим, что тут за вопросы в целом. Я буду зачитывать, а ты будешь комментировать, насколько ты считаешь, почему именно такой ответ или иной. Так, первый вопрос у нас начинается. И поехали. Да, сразу предупрежу, что, скорее всего, вы нас смотришь с небольшой задержкой, но, тем не менее, ARM-темплейты используются для GCE, я так поздреваю, что это Google Container Engine, AWS, Alibaba, Azure. Со что мне отвечать? Alibaba, да? Ну, Alibaba, это интересная структура. Но вообще правильным ответом будет Azure. Azure ARM-темплейты пишутся на HTML? Нет. JSON? Да. JSON для машины, YAML для человека. Какая секция не входит в ARM-темплейты? Ну, я подозреваю, что это начало, да? Там параметры, ресурсы, переменные, дата-сорсы. Насколько я помню, дата-сорсы – это нечто из другого мира. ARM-темплейты используются для CICD, Configuration Management, Infrastructure as a Code, Continuous Improvement. Ну, я думаю, что правильным ответом будет Infrastructure as a Code в данном контексте. Да-да-да, действительно. Azure DevOps – это философия разработки, это сервисы для построения SDLC процессов, это хэштег, это инженер, знающий Azure. Ну, я думаю, что правильным ответом будет философия разработки в данном случае. Философия? Мне кажется, все-таки будет чуть-чуть другой ответ. И у нас победитель с ником, наверное, Илья Хатенков за 44 секунды смог ответить на все вопросы. Я думаю, что, ну, если я правильно понимаю, Илья, мы с тобой свяжемся, передадим все необходимые данные для того, чтобы дальше с ним воспользоваться. Конечно, предлагаю продолжить и хочу, Саша, тебе передать слово, начать наш первый доклад. Погнали! Погнали! Окей, как я уже сказал, я Саша Вергеевичек. Да-да-да, вперед-перед, я думаю, что так подрабатывает. В принципе, как бы, в IT я работаю довольно давно, более 15 лет. Последние 5 лет я более или менее каким-то образом касался DevOps. В принципе, в основном это Microsoft Stack, Asia и все, что около Дотнета и Asia. Так, тема моего доклада будет то, как можно организовать инфраструкцию из-за код в Asia. Что же это такое и почему вообще возник у нас такой вопрос? Вроде как бы, ну, есть какая-то, какой-то код, который описывает какую-то инфраструктуру, ну, и окей, в чем проблема его организовать, как бы. Ну, давайте посмотрим, как бы, насколько это может быть интересно, насколько это может быть непросто в реальных ситуациях. Я покажу решение, которое мы применяем, в принципе, на достаточно объемных инфраструктурах. Они работают. Данные решения можно использовать как механизм, как руководство к действию абсолютно на любых клаудах. Они не касаются конкретно Asia. Я имею в виду сам подход. И людям, которые работают с Asia, это также будет интересно, потому что это построено на Asia, используют фичи Asia. И я думаю, что будет интересно узнать, как другие люди пользуются этими фичами. Итак, Infrastructure Code, что это такое? В принципе, как я уже сказал, это просто какое-то описание какой-то инфраструктуры, которая может быть задеплоена на разные environment. Оно может отличаться в зависимости от environment. Главная суть, то, что это описано, то, что мы можем повторять это сколько угодно раз. И это не зависит от того, кто будет это решение повторять. Соответственно, один человек написал, другой может его использовать, результат будет одинаковый. Итак, какие основные подходы нам предоставляет Microsoft Asia для организации такого процесса? Как мы уже упомянули, в принципе, rm-темплейт. Что такое rm-темплейт? rm-темплейт представляет собой, в принципе, JSON-файл, который сама технология rm-темплейта подразумевает. Один JSON-файл, который описывает темплейт, и второй JSON-файл, который описывает параметры и является optional. То есть он может быть, можно им не пользоваться. Это просто такой дополнительный, для дополнительного удобства, механизм организации для передачи параметров. Выглядит он примерно вот так. Вот основным моментом, который стоит отметить, то, что данный файл соответствует определенной схеме. Эта схема должна быть указана сверху данного темплейта, и по ней реже понимает, какой вид ресурсов, точнее даже не так, какое описание ресурсов использовать в конкретной контекстной версии. Потому что версии rm-темплейтов, они меняются, поддержка определенных ресурсов присутствует в некоторых версиях, в некоторых версиях она еще не присутствует. За этим нужно смотреть, это важный параметр. Саша, вот ты сказал про схему саму. Как часто сам ты убеждаешься в том, что схема не поменялась? Ты реально с практики. Просто я видел, сам работал с этим, и видел, что чаще всего, даже вот здесь, я вижу о том, что эта схема сделана в 2015 году. Да, это общая схема. В принципе, как бы при построении каждого конкретного ресурса, при описании каждого конкретного ресурса, мы можем эту схему переопределить для этого ресурса, например, для этого темплейта. В принципе, у нас могут одни ресурсы соответствовать одной схеме, другие ресурсы могут соответствовать более свежей схеме. Опять-таки, ну вот, например, у меня недавно был таск, когда мы поднимали Cosmos DB, соответственно, поднимали с помощью схемы, которая была описана в 2019 году. Однако поддержка, например, таких фич, как Shared's Roadput, в ней не была реализована. Соответственно, для того, чтобы использовать эту фишку, мы переписывали темплейты на более новую схему, если я не ошибаюсь, это была мартовская 2020 года. Соответственно, там у нас уже возникли траблы с описанием других ресурсов, потому что синтаксис уже построения ресурсов для новой версии, он изменился. Соответственно, нам пришлось переписывать ресурсы, которые были описаны в данной схеме. Вот такая маленькая фишка может повлечь изменение целого процесса диплоймента ресурсов. Я так понимаю, нужно достаточно внимательно к этому относиться. Если вдруг что, это как переход между Python 2.7 на 3.0, может, с 2.7 на 3.7, получится, что нужно переписывать достаточно много ресурсов. Да, данная штука в этом плане очень критична. И ладно, переписывать. Переписывать это полбеды. Это ж нужно все еще протестировать, как бы, да, и протестировать на разных экзаменах и быть уверенным, что это работает. Вот это основная головная боль. Поэтому к этому нужно относиться серьезно, как бы, это серьезная версия, это серьезный переход. Окей, продолжим дальше. Так, как я уже сказал, это JSON-файл. И у него, как и у любого подхода, есть и плюсы, и минусы. Рассмотрим основные плюсы технологии RAM-темплейт, подхода RAM-темплейт. Значит, первое, то, что мы можем... Плюсом, основным, одним из огромных плюсов является то, что мы можем референситься на другие темплейты. Соответственно, мы можем в одном темплейте использовать другие темплейты, описанные ранее для определенных групп ресурсов, например. И это делает это решение очень масштабируемым. Опять-таки, огромным плюсом данного подхода является то, что мы можем сделать деплоймент одной команды кода, которую мы передадим, грубо говоря, наш RAM-темплейт и файл параметров, если он нам нужен. Либо очень просто задеплойить его с помощью портала, просто выбрав его. И это нам позволяет использовать его просто, быстро и удобно. Опять-таки, технологии RAM-темплейтов поддерживают валидацию. И эта валидация, она очень интересно работает. То есть это не только схема, валидация схемы, не только валидация JSON-а. Это еще и валидация ресурсов на их правильность описания. То есть, например, на правильность имен, на возможность вложения определенных ресурсов в другие ресурсы, возможность построения данных ресурсов. То есть, грубо говоря, что диски привязаны к виртуальным машинам, например, не к подсетям виртуальных сетей, например, и прочее. То есть это делает ARM-темплейт мощной штукой на основе того, что неправильный темплейт у нас свалится до того, как будут подняты какие-либо ресурсы. И это очень хорошо позволяет нам, грубо говоря, не поднимать лишний ресурс. Потому что каждый ресурс – это уже потраченные деньги, помимо того, что мы тратим время на их поднятие. Смотри, вопрос. По поводу вопросов, ребят, не стесняйтесь записывать свои вопросы, задавайте их уже прямо сейчас. Как вы знаете с прошлого раза, за лучший вопрос мы тоже разыграем как пиццу. И да, я прошу прощения, что я сказал, что за квиз будет и билет на конференцию. Sorry, Игорь, мне написали, что тебя зовут Игорь. Я прошу прощения, но будет только пицца на конференцию Read Российской Интернет-технологии за лучший вопрос. Поэтому не стесняйтесь, записывайте свои. И мой вопрос к тебе, Саша. Вот ты сказал про валидацию. Мне вот интересно, эта валидация происходит на стороне внутри, на клиенте, на твоем ноутбуке, или мы отправляем полностью наш темплейт в Azure, и в Azure уже происходит некая валидация. То есть нам представляет это как Azure Service. Окей, как эта штука работает? То есть мы даем команду деплоймента с передачей темплейта и либо без файла параметров. Дальше уже все работает на стороне Azure. То есть Azure само валидирует, само проверяет, и дальше, если валидация проходит, ресурсы начинают создаваться. Причем они создаются, многие типы ресурсов создаются параллельно. Соответственно, ответом на твой вопрос будет то, что это происходит на стороне Azure. И абсолютно неважно, на каком компьютере это будет запущено. Окей, спасибо. Окей, продолжим. Значит, валидация. Также мощной штукой является то, что в принципе практически все ресурсы, которые в данный момент созданы в Azure, могут быть описаны с помощью ARM-темплейтов. И очень удобно с портала экспортировать ARM-темплейт для уже созданных ресурсов. Для любой ресурсной группы мы можем экспортировать ARM-темплейт, немножко его поправить и реиспользовать. Либо мы можем опять-таки использовать это как бэкап, то есть мы можем экспортировать, потом, соответственно, удалить эти ресурсы и заново их создать. Далее ARM-темплейт поддерживает такую фишку, как incremental deployment. Incremental deployment — это один из режимов деплоймента ARM-темплейтов. В чем его интересность? Это то, что ресурсы, то есть механизм создания ресурсов может прерваться, например, и после этого мы делаем повторный запуск того же самого деплоймента, и эти ресурсы досоздаются. Опять-таки, если ресурсы созданы уже и они отличаются, то incremental deployment исправит их свойства. То есть, допустим, вот у нас создана база, ну, допустим, опять же, тот же Cosmos DB возьмем. У него, допустим, стоит срок 400, нам нужно поменять его на 500. Мы берем абсолютно тот же самый ARM-темплейт, меняем в темплейте это значение, делаем deployment, это значение меняется в Azure. То есть этот режим позволяет нам приводить систему в состояние, описанное в ARM-темплейте. Опять-таки, ARM-темплейт поддерживает еще второй режим. Он не incremental, и, соответственно, при запуске ARM-темплейта в таком режиме, если уже ресурсы созданы, то такой деплоймент свалится с ошибкой, потому что ресурсы уже есть, и он будет пытаться создать новые ресурсы с такими же AD-шниками заново. Опять-таки, ARM-темплейт, технология ARM-темплейт поддерживает создание ресурсов в параллельном режиме. Это работает гораздо быстрее, чем последовательный режим, но работает для ресурсов, которые не зависят друг от друга. То есть, Azure само определяет, какие ресурсы могут быть созданы в параллельном режиме и оптимизирует. Это примерно как план запроса, что ли, в SQL-сервере на нечто подобное. То есть, некоторые задачи будут параллелиться, причем, как бы, абсолютно не... Это не зависит от того, что написано в ARM-темплейте. То есть, мы не можем явно указать, какие ресурсы должны быть в параллельном режиме созданы. Вот ты сказал про параллельность. А есть какие-то... Ну, может, ты сталкивался с каким-то проблемами, когда вот я запускаю в параллели, например, создаю сразу 100 виртуалок. Это же параллельная задача, верно? Если мы запускаем 100 виртуалок в параллельном... конкретно одним темплейтом? Ну, да, например. Ну, это будет 100 разных дипломатов, как бы, это... Никакой проблемы с этим не будет. И Ажур сам поймет, что вот мне нужно 100 виртуалок создать, и параллельно начнет для них готовить все ресурсы. Там, например, интерфейсы, диски... Да, единственное, что могут возникнуть коллизии на этапе распределения этих ресурсов. То есть, грубо говоря, если мы не пропишем ресурсы, которые не пересекаются, ну, допустим, в данном конкретном контексте это могут быть сетевые адреса интерфейсов. То есть, если мы укажем ему одинаковые IP-адреса, соответственно, данные... в данном контексте данной задачи она свалится, как бы. Если же мы укажем правильное распределение, то есть они не будут пересекаться, грубо говоря, будет зависеть от номера потока либо еще от какого-то либо параметра, и они не будут пересекаться, то такой вариант возможен, он будет работать. Окей, украин. Так. Ну и перейдем к минусам данного подхода. Значит, самый, наверное, первый минус, который становится очевидным при использовании этой технологии, то, что написать RAM-темплейт с нуля это довольно сложно кому-то. Ну, потому что, как бы, нужно следовать схеме, нужно знать, какие ресурсы... Можно вкладывать какие, какие нет, и прочие такие интересные моменты. Поэтому, в принципе, как бы, крайне мало людей пишут RAM-темплейты с нуля. Обычно ресурсы при создании, при поступлении задачи, подготавливается группа ресурсов, потом для них экспортируется RAM-темплейт, после этого уже он допиливается, дотачивается, грубо говоря, до нужного состояния, для того, чтобы его можно было использовать или использовать на разных инвариантах. Опять-таки, одним из интересных до сих пор моментов является то, что не все ресурсы и не все ресурсы полностью поддерживают RAM-темплейтинг. Ну, например, как бы, ресурс до сих пор уже, наверное, пару лет остается актуальным, не поддержка с помощью RAM-темплейтинга очередей в Storage-аккаунтах. Насколько я знаю, на текущий момент данная поддержка до сих пор не реализована. То есть мы можем создать Storage-аккаунт с очередями, указать им параметры этих очередей, и выгрузить темплейт, потом при попытке пересоздать этот Storage-аккаунт из ARM-темплейта у нас полностью создать такие же самые очереди не получится. То есть придется использовать какой-то другой подход для того, чтобы доточить эти очереди до нужного нам состояния. Опять-таки, ARM-темплейтинг не поддерживает транзакции и, соответственно, не поддерживает автор-ролбэки. То есть независимо от режима, который мы будем использовать при диплойменте, ресурсы начнут создаваться. Если что-то свалится, то мы... То мы, соответственно, не сможем эти ресурсы откатить автоматически. То есть они будут созданы, они будут стоить какие-то деньги, и нам придется их вручную удалять, либо перенакатывать в случае итеративного режима наш темплейт для того, чтобы довести их до состояния описанного в ARM-темплейте. Опять-таки, если он снова свалится, ничего не произойдет. Ну, ничего хорошего не произойдет. Система не вернется в предыдущее состояние автоматически. Так, ну, рассмотрим второй подход, который широко используется для описания инфраструктуры. Это PowerShell, либо Easy PowerShell и CUI-код. То есть, в принципе, это PowerShell, Easy PowerShell — это расширение языка PowerShell для Azure, это Microsoft-технология, CUI — это больше технология, взятая из Linux и портированная на Azure. Она представляет собой немножко просто вызов консольных команд, но ей пользоваться для быстрого деплоймента гораздо удобнее, например, чем пользоваться PowerShell. Однако, для решения серьезных задач я бы все-таки рекомендовал PowerShell, но это как бы зависит от того, что кому больше нравится. Мы используем PowerShell. Окей, что это такое? Все-таки рассмотрим. Это, в принципе, как бы просто какой-то скрипт, написанный на определенном языке. PowerShell — это либо CLI. Есть еще с точки зрения... Такой вопрос с точки зрения подхода. Будет ли какое-то отличие? Ну, вот, например, PowerShell лучше, больше поддерживается, круче, есть встроенное, чем CLI? Или же Microsoft все-таки больше сейчас давит на мультиплатформенность и вот, пожалуйста, вам CLI используйте везде, и он даже может быть богаче в кое-каких случаях или нет? Скажем так, это очень часто зависит от задачи. То есть некоторые вещи гораздо проще написать на CLI, чем, например, на PowerShell. Особенно, как бы, ну, CLI, он идет параллельно. Часто поддержка определенных типов ресурсов появляется в CLI даже быстрее, чем для Easy PowerShell. Однако, как бы, почему мы используем в основном... Ну, в принципе, как бы, эти подходы можно комбинировать. То есть в том же самом коде, который используется для PowerShell, мы можем вызывать команды из ECLI, и они будут работать. Мы можем получать результаты, обрабатывать эти результаты, запускать новые команды. Как бы, все-таки, сначала, с помощью кода он позволяет нам очень мощные вещи делать. Я сейчас расскажу. Какой-то, так, и PowerShell, не тот компьютер, с которого обещал рассказать. То есть, в принципе, все, что угодно. И обращаться, например, к QRS-сервисам. Вот, как я уже... Опять-таки, мы можем, как я уже сказал, использовать другие скрипты, другие модули, сборки. Это PowerShell на .NET Core. Опять-таки, мы можем исполнять команды, запускать, и получать результат, пользоваться в мультипроцессинг, ворфлоус. Опять-таки, тот же самый Task Process Library, который предоставляет нам .NET для организации мультитрейдинга. Пользоваться можно чем угодно. Ну, и, как и любой подход, этот подход содержит определенные минусы. Давайте рассмотрим их. Значит, итеративный деплоймент. Та фишка, которую поддерживает ARM-темплейтинг, не поддерживается нашим скриптом, если мы это не описали. То есть, соответственно, созданы... Мы запустили скрипт один раз, ресурсы созданы, запускаем его второй раз. То есть, те же самые ресурсы пытаются создаться, и скрипт падает. То есть, нам нужно обыгрывать эту ситуацию в нашем хозе, иначе скрипт будет нерабочий. Опять-таки, очень сложно понимать взаимосвязи между поднятыми ресурсами. То есть, это, конечно, зависит от культуры написания скриптов. Но, опять-таки, если мы рассмотрим ARM-темплейтинг, там мы четко и явно видим связи между ресурсами, потому что используется вложенность в соответствии со схемой. В случае того, когда мы описываем свой скрипт, когда мы пишем свой скрипт, это уже не так очевидно. Соответственно, нахождение взаимосвязей — это более сложный процесс и более творческий. Опять-таки, не поддерживается валидация на уровне эйжа. То есть, мы отвалидируем скрипт, отвалидируем, что синтаксис правильный. Однако, при выполнении этот скрипт может упасть. Например, ну, грубо говоря, пример из жизни самый простой. Ну, тот же сторож аккаунт, допустим, мы не соблюли на инконвеншн. Потом сделали имя больше, там, по-моему, 11 символов, например, или 13, не суть важна. И уже этот ресурс не создастся. И мы про это ничего не знаем, как бы, на этапе описания нашего кода. Опять-таки, этот подход также не поддерживает транзакции, не может автоматически приводить систему в предыдущее состояние. То есть, созданные ресурсы нам придется либо удалять, либо дополнять в случае какой-нибудь нештатной ситуации. И рассмотрим третий подход. Когда мы объединяем два предыдущих в один подход, что нам это даст? Ну, мы возьмем все самое лучшее из обоих, да, и сможем решать любые задачи. Опять-таки, сможем создавать решение для любых задач, да, как я повторяю. Однако, у этого решения, опять-таки, будут умножаться и минусы. Этот подход будет гораздо более сложным, чем если мы используем какой-то один из предыдущих. То есть, либо RM-темплейты, либо Code. Тут мы используем оба. Соответственно, все наши... Вся сложность данных подходов, она умножается зачастую. Опять-таки, при использовании микса мы не сможем сделать редеплоймент с помощью портала. Говорю, портал, он поддерживает редеплоймент для деплойментов. Деплойменты — это деплойменты ARM-темплейтов. То есть, с портала мы можем легко передеплойить предыдущий деплойменты ARM-темплейта, но если мы использовали миксовый подход, то только исполнение данного скрипта второй раз, возможно, нам поможет привести систему в нужное состояние. Но это все равно не будет так удобно, как если мы используем деплойменты ARM-темплейта. Потому что там мы четко можем смотреть, какой был деплоймент, когда он был сделан, мы можем вернуть систему в состояние предыдущего деплоймента, буквально там двумя кликами с портала, и, скорее всего, эта ситуация отработает хорошо. В случае с миксовым подходом это не отработает, как правило. И опять-таки, сложный подход, его сложно мейтейнить, сложно расширять, потому что часто возникают нетривиальные конфликты, которые не очевидны. Это... А можешь привести пример? Ну, грубо говоря, например, мы подняли... Мы описали темплейт там, набор виртуальных машин с лоуд-балансером, например. После этого, допустим, мы скриптом поменяли им, грубо говоря, допустим, размеры дисков. Опять-таки, после этого мы можем что-то попробовать записать. И, ну, допустим, у нас еще эти виртуальные машины будут зависеть от сабнета. То есть, грубо говоря, когда мы четко это все опишем в темплейте, да, у нас мы будем видеть, какие ресурсы от какого зависят и что они не пересекаются. Например, если мы в данном решении, которое я только что описал, назначали сабнета с помощью кода, темплейт про это у нас ничего не знает, как бы, да, и валидация не проходит. Если мы этот код не прочитали, не увидели, то мы можем об этом банально не знать. В принципе... Может, говорится, что все эти вещи, которые, условно, выходят из стандартного какого-то кейса, да, там, best practices, которые Microsoft, условно, рекомендуют, нужно быть достаточно аккуратным и внимательно таки понимают, что в этом миксе добавляется большая сложность и дополнительно не валидации, нет какого-то селф-чека со стороны Microsoft не предлагается. Тебе нужно самому быть тестировать, тестировать и еще раз тестировать свое решение. Да, это точно так же, как вот в подходе с кодом, но тут еще все это умножается за счет того, что мы это миксуем, то есть у нас логика размазывается по решению, как бы, даже если мы там следуем каким-то код-конвеншенам и четко описываем, это все равно нам не гарантирует того, что мы в одном месте код поменяли так, потом поменяли так, а, например, темплейт у нас рассчитывать, что изменений не было. То есть эти вещи, ну, нужно отслеживать, это сделает миксовый подход более сложным, как бы, более требовательным ко времени, к ресурсам, к человеческим ресурсам, которые будут этому и тыннис и так далее. То есть сложности, ну, будут расти, как бы, а, как мы знаем, сложные подходы не есть хорошо, как бы, они, как правило, не работают, когда нужно. Опять-таки, очень сложно в данном подходе, как я уже говорил, разделять ресурсы по логическим типам и по системам. То есть, если у нас ресурсы размазаны, то нам сложно выделять логические блоки. То есть это будет нам создавать дополнительные сложности. То есть надо будет это продумывать, для того, чтобы мы могли достаточно просто понять, какая часть системы отвечает, какая часть скрипта отвечает, допустим, за какую-то часть системы, да, и только ли она отвечает, либо что-то еще отвечает за это и за какие-то части. То есть подход довольно творческий. И так, переходим к теме моего доклада, как мы можем организовать этот процесс. на данной чудесной огромной схеме мы видим, в принципе, довольно упрощенный вариант решения, которое можно использовать для организации данного процесса. Давайте рассмотрим его более подробно. Схема большая, запаситесь терпением, будет интересно. Итак, для того, чтобы построить наше суперрешение, нам нужен файл, который будет описывать все компоненты, которые находятся в нашей инфраструктуре. мы его описываем в формате JSON. На схеме он представлен вот таким вот квадратиком, на нем написано Infrastructure Components Configuration. Находится он вот здесь. То есть в данном файле описывается вся инфраструктура в режиме для всех инвариументов. То есть здесь общие common вещи, которые будут присутствовать на всех инвариументах, точнее, которые будут актуальны для всех инвариументов. Прикол этого решения в том, что мы можем какие-то компоненты поднимать, на каком-то инвариументе какие-то не поднимать. Но описание, оно все централизовано, оно лежит в этом файле. Я так понимаю, это твоя реальная схема. Да. В смысле, это то, что у тебя сейчас в продакшне работает. И, как я понимаю, у нас есть D, может, сейчас сразу запустим, чтобы оно уже пошло. Просто у нас не так много времени, и хотел бы чуть-чуть, возможно, где-то подскорить. Окей, я понял. Давайте мы запустим код. Обратите внимание, сейчас мы видим Azure Portal. Здесь присутствуют четыре ресурсные группы. Две из них не касаются данной демо. Однако, группа DVRG, она касается. В ней хранится виртуальный нетворк. И, соответственно, группа содержит, вторая группа содержит Key Vault, в котором хранятся секреты. это MainRG. Да, это MainRG. В данный момент я запущу код. Как вы видите, у нас четыре ресурсные группы. Сейчас я запущу код, и дальше мы будем рассматривать. Для зрителей, тут небольшая магия происходит. У нас не получилось сделать вывод сразу двух экранов, и сейчас Саша на своем экране от ноутбука, если я правильно вижу, это SE PowerShell, он запускает выполнение своих шаблонов. Да, все верно. Я подробно расскажу потом файлы, которые я запустил, и что они из себя представляют, что в них описано, и каким образом. Небольшой эффект демо, как обычно всегда, нужно быть готовым БК-планы, надеюсь, что у нас все получится. Ну, все, код пошел исполняться, давайте продолжим демо. Мы можем, а, сейчас я вам покажу, что код исполняется. Нужно перетащить, да, вот так. Вот, как мы видим, вся магия в PowerShell в данном случае. Вот пошел исполняться код, давайте мы пока вернемся к презентации. Я подробно расскажу о схеме, а потом посмотрим код. Я думаю, что вот так будет чуть быстрее и вот так. Супер. мы вернулись, наверное, нужно перемотать на этот слайд, на котором мы с вами все. Если правильно помнить, это там вот. Да, все верно. Супер. Спасибо, Вектор, за помощь. Итак, значит, мы описали всю нашу общую инфраструктуру в JSON-файле. Я так понимаю, мы вот примерно на это сейчас запустили, или вернуться на саму схему, Саша, вот это если мы вернемся на саму схему, то мы в данный момент запустили контроллер скрипт, который далее исполняет решение. Я понял. Окей. То есть на схеме это делается пайплайном, как бы, да, но это реальное решение, в демо мы используем упрощенный вариант. То есть мы сами его просто... Да, мы просто запустили контрольный скрипт, который в данном случае он просто запускает наш деплоймент скрипт и все. В реальной жизни такие решения само собой не используются. это просто для упрощения. Для того, чтобы быстро показать. Также для того, чтобы описывать компоненты, нам нужны JSON-файлы, которые будут содержать environment-specific information. Ну, то есть, грубо говоря, информацию, которая относится к конкретному environment-у. То есть на моей схеме мы видим три JSON-файла, каждый из них описывает специфическую информацию для своей среды исполнения, для DEWA, для припрода и для продакшена. Вот в этих файлах, я так понимаю, хранится вся, ну, не то, что секрет, а вся суть разделения разных environment-у. Да, в этих файлах содержится такая информация, как маски подсетей, которые заданы для конкретных ресурсов. Сами ресурсы описаны с помощью, ну, грубо говоря, для виртуальных машин указаны количество этих виртуальных машин и типов этих виртуальных машин. Мы до этого отойдем. Соответственно, на схеме это представлено вот здесь. Далее, нам нужен JSON-RAM-темплейт, который будет описывать каждый тип ресурсов. Например, вот здесь на схеме мы видим разные базовые темплейты, которые мы используем для описания веб-серверов, VPN-серверов, сервисных виртуальных машин, rabbit-кластеров, AKS, nodes, машин, которые поддерживают кубернетис и так далее. То есть, эти типы ресурсов, все, что нам нужно, мы описываем. То есть, грубо говоря, объемлогические типы, описываем это в IRM-темплейте. На схеме это находится сверху. Дальше, нам нужен будет скрипт, который будет нам создавать реальный IRM-темплейт, исходя из того, что у нас описано в типовом темплейте. То есть, грубо говоря, создавать реальный, нетиповой. На схеме он находится здесь, называется Deployment Build Script. На схеме находится вот здесь. Также, нам нужен скрипт, который будет апплиать данный environment на данный deployment на environment. На схеме он называется Deployment Script и находится вот здесь. А в случае демо это он сейчас тоже запускается? В случае демо именно он и запускался с помощью контроллер скрипта, который мы simplify до вызова команд. Опять-таки, контроллер скрипт это в случае демо просто вызов команд. В реальной жизни это должен быть скрипт, который будет подключаться к environment. вариантов вариантов написания много. То есть на схеме он называется контроллер скрипт находится вот здесь вот. И для того, чтобы наше решение реально было автоматизированным, нам нужно создать EJDWOPS пайплайн, который будет запускать данный контроллер скрипт для разных environment. То есть это не build pipeline, это release pipeline. На схеме он изображен ракетой. Я так понимаю, это один из компонентов Azure DevOps, который представляет себя большой набор продуктов, как пайплайны, как хранение документации, как тикеты создания и так далее. Но я имею в виду, что сам Azure DevOps это большой такой комбайн, а не только запускалка скриптов. Да, все верно, Виктор. Это именно CI, CD часть Azure DevOps, которая используется для build и release deployment. И, соответственно, что мы получим в результате? В результате все наши ресурсы, создание наших ресурсов любого типа представляет собой ресурсную группу, в которой данные ресурсы находятся. Как правило, в случае, если это какие-то виртуальные машины, эти виртуальные машины связаны load balancer, network security группой и availability сетами. Опять-таки, они для каждого типа наших ресурсов, за исключением паас ресурсов, создается сабнет. К этому сабнету подключаются данные ресурсы, сам сабнет подключается к виртуальному network. На схеме это нарисовано вот так вот. Это то, что мы сейчас создаем с помощью демо. Как выглядит это решение? Ну, точнее, даже не выглядит, как это решение используется на уровне пользователя. для того, чтобы создать новый, задеплоить новый компонент, пользователю нужно обновить конфигурационный файл, в котором он опишет этот компонент и, соответственно, обновить конфигурационные файлы для уже далеко ушли, обновить конфигурационные файлы для environment. После этого пользователь запускает релиз pipeline для нужного environment, вводит в него имя компонента, после коммита, соответственно, в мастер соответствующего гитана, и ресурсы создаются. То есть релиз pipeline запускает контроллер-скрипт, контроллер-скрипт запускает деплоймент-скрипт, перед этим он запустит деплоймент-билд-скрипт, который из типового темплейта создаст для нас реальный темплейт, и деплоймент-скрипт задеплойт нам ресурсы. То есть все выглядит достаточно просто и структурировано. в принципе все. Деплоймент-скрипт, опять-таки, он создает новый ARM-темплейт реальный и создает деплоймент-билд-скрипт и создает нам файл с параметрами для данного темплейта с реальными, которые он вычитывает из файлов конфигураций и из файлов конфигураций для environment. То есть на основе этой информации он строит вот эти два темплейта. Конкретно в моем решении для демо он строит именно файл параметров, не файл. а файл темплейта он статичен, он содержит функции. В принципе со схемой мы закончили. Давайте мы посмотрим на код. Уже нам время немножко поджимает и потом вернемся к секретам. На самом интересном слайде переключаешься на демо? Окей. Поехали, поехали к демо. Просто секрета впереди будут еще секреты. Не переключайтесь. Ну да. Там кое-что из жизненной практики. Итак, значит, на данном слайде мы видим описание компонента SDM конфигурационный файл. То есть это те вещи, которые описываются для всех environment. То есть имя компонента, SDM а здесь мы видим его базовый темплейт, то есть это будут сервисы. Опять-таки здесь мы указываем роли, которые будут подняты для данных ресурсов протегированы, то есть какими будут протегированы ресурсы в ресурсной группе. это нужно для менеджмента и опять-таки для понимания, ну, например, если мы используем такие вещи, как Octopus, мы можем с помощью этих ролей, с помощью этих тегов вычитывать, какие машины у нас помечены данными тегами и плавить на них наше решение. И опять-таки, значит, есть теги для сервисов и есть дополнительные теги, такие как Sublogical Group, например. Эти вещи мы используем для того, чтобы правильно калькулировать биллинг и другие такие интересные моменты. И опять-таки для использования их в автоматизации. Окей. Здесь же мы открыли файл template для Dev Environment. И мы видим, что здесь у нас Specific Environment Information находится для компонента SDM. В частности, это размер машин. Как мы видим, это F2 V2 стандартный LRS, количество машин 2 для данного компонента на данном environment. И главная часть марлезонского балета это его Virtual Subnet. То есть вот эти рейнджи, которые описаны для environment, они не должны пересекаться для компонента. иначе при создании нескольких сабнетов с одинаковыми IP-рэнджами у нас будет конфликт. На данном слайде мы сейчас видим в принципе то, о чем я говорил. Это Deployment Build Script. Он строит нам параметры, исходя из информации, которую он вычитал из предыдущих двух файлов. В принципе тут никакой такой серьезной магии нету. Он просто создает JSON с параметрами, добавляет туда нужные переменные с помощью AdMember AdMember с мдлетом повышенного. И данная информация после этого сохраняется в файле Tablet. Здесь же мы открыли Deployment Script. В принципе как бы тут основной фишкой будет являться только то, что в принципе по сути это запуск Deployment нашего реального темплейта, который был подготовлен до этого Build Script с файлом параметров, которые опять-таки были сгенерены для данного Deployment. опять же нашим скриптом на основе информации, которая была описана для компонентов и для Environment. и здесь я показываю как выглядит в принципе базовый темплейт для данного типа ресурсов сервисов. то есть как мы видим это в принципе стандартный ARM темплейт единственная его реально интересная фишка является то, что мы используем входящие переменные и файл параметров однако параметры ресурсов имена ресурсов мы строим на основе переданных файлов параметров используя функции которые предоставляет нам ARM темплейтинг то есть он поддерживает очень много стринговых функций которые позволяют нам строить динамические имена в зависимости от определенных признаков я этим пользуюсь в данном темплейте довольно достаточно широко для построения имен всех связанных ресурсов и соответственно как бы тут мы видим что у нас описываются виртуальные нетворки описываются сами виртуальные машины диски и прочее и давайте мы посмотрим что у нас все-таки что у нас создалось обновим наш список ресурсных групп как мы видим появилась у нас группа с именем sdm это наш компонент который мы деплоили как мы видим эта группа оттегирована определенными тегами они были описаны в environment файле в основном файле в котором описываются компоненты это технологии технологии в лабилити сет в лабилити сет и соответственно network security группа все как я и рассказывал то есть решение в принципе рабочая хоть она и упрощена как бы можно посмотреть что данные данные ресурсы подключены к сабнету который подключен к нашему в нету однако из-за небольших технических сложностей давайте мы наверное не будем вы мне просто поверить что это так и есть опять таки перейдем девопс секретом который я хотел бы осветить так сказать чтобы бы вещи не совсем тривиально для многих они конечно будут очевидными но определенный интерес будут представлять для итак значит для автоматизации мы используем эжидвопс агенты одной из интересных моментов которые одним из интересных моментов которые нам необходимо реализовывать в данном случае это каким образом наши агенты будут получать секреты и подключаться к ресурсам так вот мы используем для этого manage density которые мы используем агентов поднятых на наших виртуальных машинах для них мы создаем юзер manage density осаним их на эти машины и после этого данные машины получают права на доступ к определенным ресурсам которым подключены данные юзер manage density принципы то есть для чего это нужно таким образом мы избегаем передачу паролей в принципе то есть агент юзер manage density она может быть назначена только на виртуальную машину то есть человек не может пользоваться данным идентификатором соответственно права на запуск pipeline мы можем давать определенным людям но эти люди не будут обладать в нашем облаке теми же правами которыми обладают данные агенты то есть таким образом мы разделяем и делаем этот подход более секьюрным опять-таки для установки софта на поднятые ресурсы мы используем экстеншен который запускает произвольные наш скрипт который мы опять таки передаем в нашем решении скрипт передается тем что он опубликован на сторич аккаунте соответственно может быть скачен через него через веб то есть но доступ опять-таки организован только для интернал для microsoft интернал ресурсов как я уже говорил мы не используем никакой передачи паролей то есть у нас агенты и другие ну например сервисы они забирают ресурсы из кей волтов то все пароли мы храним в кей волте и вся передача если происходит то агент либо сервис забирает сам из кей волто нужный ему код то есть мы нигде их не храним ни в какой конфигурации мы храним только имена ключей кей волто и опять-таки одной интересной фишкой который мы стали пользоваться не так давно является то что мы для создания наших виртуальных машин подготавливаем образы операционных систем то есть мы не используем образы которые предоставляют microsoft создаем свои с набором нужного софта с последними апдейтами это позволяет нам считать компоненты более или менее секьюрными уже сразу после их deployment до установки апдейта само собой систему управления апдейтами у нас тоже есть но мы больше пользуемся тем что помимо них мы еще регулярно пересоздаем наши ресурсы то есть практически каждый месяц все ресурсы у нас пересоздаются с новых образов таким образом мы избегаем ну то есть мы имеем решение которое позволяет полностью пересоздать инфраструктуру расширить ее мы можем добавить виртуальных машин можем убавить опять-таки мы можем это делать эту автоматизацию по какому-то следу по расписанию например то есть тоже патчинг определенной группы ресурсов может происходить зависимости от даты либо времени как нам нужно да для каждого типа ресурсов мы описываем имиджи там можно было посмотреть в козе но я думаю что это уже просто мне поверьте то есть мы описываем имя образа который используется для создания данных образов мы опять-таки используем эжи девопс который нам пакует данный образ то есть он берет стандартный микрософтовский образы докидывает туда обновления докидывает туда необходимый софт для данного типа ресурсов например и публикует этот образ ну соответственно у нас в сторож аккаунте окей ну я понимаю мы со мной частью доклада закончили я предлагаю быстренько пройтись под тем вопросом мы немножко вышли за наш таймлимита и очень прошу прощения но я думаю что вопросы наверное самые интересные и на всякий случай напомню о том что за лучший вопрос аж тебе нужно будет его выбрать сказать какой вопрос лучший за лучший вопрос промо-код на пиццу и вот тут я уже не ошибаюсь действительно билет на рид российский интернатехнологии конференцию про девупс и рид я расскажу на старте следующего доклада немножко что это за конференция потом будет давайте быстрее как вопросом вопрос номер первый вот это говоря о том что схему меняли для космос дебе и тут ребята спрашивают при смене смены типа ру с шарит на collection можно ли сменить или же нужно пересоздавать на данный момент мы тоже не нашли решение которое позволяет нам просто изменить цепь аккаунта то есть аккаунт в данный момент мы аккаунт пересоздавали и соответственно перья но данная с помощью дата факторы перезаливали вопрос который на самом деле я тебя уже задавал за кулисами до до старта при инкрементальном моде все ли ресурсы поддерживают обновление свойств при повторном запуске нет не все там бывают коллизии которые не позволяют иногда но то есть иногда ну когда ответом будет не все возникает ситуация когда это не подробно узнать какие не поддерживать написано или только экспериментальным путем ну циористически наверно есть документация но исходя из обычной практики но мы просто несколько раз прогоняем наши темплейты как бы уже понимаем ну все ли пересоздается корректно либо нет то есть как правило такие ситуации редки когда при итеративном дипломате что-то не пересоздается так как оно описано но такие ситуации были это реально тут сам не очень честно до конца понимаю вопрос может ты его поймешь что относительно зависимости между версиями ресурсов и их так сказать вложенных ресурсов у каждой схемы точнее мы можем задать версию схемы основной но опять-таки мы можем для определенных ресурсов версию этой схемы поменять то есть у нас нашим арен темплейте будет присутствовать ресурс у которого опять таки будет поле схемы и это поле схемы будет содержать значение которое будет отличаться от того что для базовой схемы грубо говоря мы можем использовать базовую схему там пятнадцатого года для определенных ресурсов использовать схему там двадцатого года как уже космос на и же это понимает как бы она создает ресурсы согласно тому что описано в конкретной схеме для данного ресурса то есть это primary если же схема не указана она использует схему которая указана для всего тамплей вопрос к security относительно как зачитай лучше вопрос о безопасности как в рм-шаблонах используя динамическую передачу секретов внутри шаблона без передачи его как входного параметра это интересный вопрос как я уже говорил то есть все сама девки волосы то есть мы описываем киева точнее секрет хранится в киеволте варен темплейт мы подставляем переменную которая является уровень к этому секрету в этом киеволте то есть мы идентификатор к этому секрету даже не идентификатор а конкретно конкретный урок секрет ну конкретно у этого секрета да соответственно как бы для формирования как динамики мы используем функции предоставляемые темплейтами либо либо нашим соответственно кодом который формирует нам этот файл параметров либо файл упать интересный вопрос мне кажется из жизни у человека видно болит при использовании рэм-темплейтов в случае ошибочного изменения incremental моды на complete и удаление всей инфраструктуры можно ли будет восстановить инфраструктуру и данные при помощи отменения дипломента насколько я понимаю нет то есть для того чтобы у нас данные были сохранены используются такие вещи как бэкап 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 полты бэкап полис то есть они соответственно делают бэкапы и восстановление идет уже немножко другими путями то есть рэм-темплейт нам позволит восстановить ресурсы но не позволит нам восстановить данные можно ли с помощью автоматической обработки темплейтов создать график зависимости например в папе тебя есть можно создать много ресурсов есть внешний инструмент который проанализирует все ресурсы зависимости и создастся такое дерево можно что-нибудь похоже сделать это на самом деле интересный вопрос насколько я знаю подобный функционал я где-то видел честно говоря но я не пользуюсь вполне возможно даже на портале уже есть фишка которая позволяет пишут что это рм-вьювер уже в принципе там можно использовать его как хорошо посмотреть какие best practices для организации темплейтов сетями особенно человеку интересное nsg что вы приняли для себя как имплементите кассанные сетки nsg рулы на эту секьюрити группой и в текущие темплейты сетей и на то секьюрити группы какой-то немножко пространственный вопрос но суть мы поднимаем виртуальный network все наши компоненты находятся в для каждого компонента описывается с одной с определенным рейнджем для него же описывается network security группа в этой в зависимости от типа ресурсов описываются сетевое правило то есть соответственно network security группа привязывается на на сабнет ну то есть в принципе когда мы опять таки для для специфических нужд определенные ресурсы опять-таки могут иметь свои собственные network security группы но как правило у нас они привязаны непосредственно на сабнет на сабнет компоненты то есть да у нас мы как правило если это не исключительная ситуация следуем правилу что у нас network security группа на сабнет компоненты и какие-то свои дополнительные на ники на network интерфейсы вы не вешаете нет как правило нет если это необходимость и наверное то что вопрос последний ну как бы вот такая просьба наверное будет ли доступны скрипты и темплейты которые ты показывал после метапа можно пожарить наверное надо подумать будет саш с твоей позиции какой был лучший вопрос давай может быстро повторю чтобы тебя в голове освежилось про изменение шарит коллекшен на какой-то тип ru как космос деби про incremental мод и обновление при повторном запуске обновление каких-то свойств относительно зависимости версиями схем в разных ресурсов безопасность рм темплей динамическая передача секретов удаление и восстановление инфраструктуры график зависимостей и пошарить скрипты но мне больше всего понравился вопрос про секьюрити как бы эта штука ну про которую многие не знают как то есть я бы его отметил как бы все остальные вопросы они более или менее стандартный это такой довольно специфик видно что человек интересовался пускай окей будет умириться если понимает алекс бабук соль если опять же неправильно произнес саша хочу тебя поблагодарить спасибо тебе большое мне кажется было интересно посмотреть со стороны как как вы организовываете свой подход это страшный заход с ажуром как люди живут помимо терраформа да многие пытаются завязать терраформа опять-таки почему не терраформ ну потому что не терраформ с какой-то степени согласен знаешь у меня был мой опыт мы тоже выбирали терраформ и рм темплейты и мы остановились тоже на рм темплейтах в тот момент потому что кастомер очень хотел использовать все самые последние фичи ажура а терраформ все-таки такая штука которая идет чуть-чуть сзади то есть в превью появляется сразу в рм а только потом эти превьюжные фичи появляются терраформа но у нас основном консерна было то что все-таки это сторонний вендор и решение будет непрозрачным то есть мы не сможем его модифицировать так как нам нужно так мы имеем свой собственный код мы сами боги в нем как бы что нужно то можем кастомизировать опять-таки мы ответственны то есть это серьезно ответственность серьезный заказчик я понял еще раз большое тебе спасибо саша